Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Мы начали работу общественной горячей линии Забайкальского края, связи с избирателями Забайкальского края с 26 августа. Первые несколько дней звонков было очень мало, они все касались, один вопрос был, я уезжаю в командировку, уезжаю в отпуск, мне нужно взять открепительные удостоверения и проголосовать. Но вот, к сожалению, в соответствии с федеральным законом, с законом Забайкальского края, люди, уезжающие за пределы края на такого рода выборов, голосовать не могут. И это достаточно сильно раздражало избирателей, они не могли понять, почему, и я адресовала такого рода обращение в избирательную комиссию Забайкальского края. Большая часть вопросов избирателей касается местонахождения своего избирательного участка. Есть ли в списке? Было неоднократное обращение избирателей о том, что вот каждые выборы, сколько лет они голосуют, приходят в списке, их нет. Горячая линия, добрый день, слушаю вас. Я хотел бы взять открепительное удостоверение в Атамановке, куда мне обратиться? Ну, на данный момент, значит, а вы прописаны где? В Атамановке. В Атамановке. То есть, пожалуйста, а уезжаете вы за пределы Забайкальского края или в крае будете голосовать? Нет, дело в том, что сам буду работать на избирательном участке, я сотрудник пожарного надзора, и с 8 утра до 8 вечера буду находиться в городе. То есть, вы выйти не сможете? Да, да, да. Значит, вам нужно будет в свой избирательный участок, в Атамановку, подъехать с документом, и вы возьмете у них открепительное удостоверение. Они работают сейчас, как правило, все с 15 часов до 19, а кто-то и до 20 часов. Для обеда, да? Да. Я приняла ваше обращение, я постараюсь позвонить, узнать, можно ли это сделать чуть-чуть раньше. Может быть, они будут работать раньше. И вам перезвоню. Хорошо, все, спасибо. Всего доброго. С завтрашнего дня, с 7-го, я начинаю работу традиционно в 10 часов утра, сутки, 8-го, полный день работы, вторые сутки, и заканчивается работа 9-го сентября в первой половине дня. Ну, я так полагаю, до 13 часов. Восьмого, в день выборов, каждые 3 часа информация поступает в Москву, каждые 3 часа мы обязаны такую информацию передавать. Любые обращения, все избирательные комиссии на месте, органы исполнительной власти на месте. Так что в избирательную комиссию, ну, как правило, по прошлым годам, в день выборов нарушения, были, конечно, нарушения, они сразу передавались в избирательную комиссию. Если это было, по возможности я либо сама звоню на избирательные участки, либо, если там что-то серьезное, либо конфликтная ситуация назревает, я звоню сразу в избирательную комиссию Забайкальского края. Традиционно со мной работает юрист избирательной комиссии Забайкальского края, и, в общем-то, любой человек в избирательной комиссии может ответить на вопросы избирателей профессионально компетентно. Но вот в день выборов работает огромное количество юристов в избирательной комиссии, поэтому я, если даже я не смогу попасть на один телефон, я обязательно получаю ответ на заданные вопросы.